Коридор затмений. Солнечное затмение. Начало движения Меркурия ретроградно. Юпитер меняет свой знак. Самый лучший день в году. Все это ожидает нас на предстоящей неделе. А теперь давайте обо всем поподробнее. Неделя предстоит поистине насыщенная. Давно не было такой многособытийной недели. И самым главным событием, даже сложно какое-то обозначить, потому что все они достаточно важны. Давайте обо всем по порядку. 20 апреля нас ожидает два события. Это солнечное затмение в знаке Овна, которое откроет коридор затмений. Это новолуние в знаке Овна. Солнечное затмение всегда случается в моменты новолуния. И получается, это очень мощный по энергетике день, потому что солнечное затмение будет полным. Солнечное затмение будет в огненном знаке. Это может сильно влиять на наше эмоциональное состояние самочувствия. Это может давать увеличение количества проявлений эмоциональных срывов. У людей с плохим ментальным состоянием это может давать выброс агрессии. Поэтому старайтесь, пожалуйста, избегать каких-то людных мест. Аккуратнее в управлении транспортом. Постарайтесь не находиться на улице в момент солнечного затмения. Этот день благоприятно провести дома, в спокойной атмосфере. Благоприятно читать мантры, слушать какие-то медитативные послания, медитации. Либо если у вас это рабочий день или нет возможности провести дома, постарайтесь провести его максимально спокойно. Не планируйте ничего важного. Этот день не считается позитивным. 21 апреля произойдет два события. Первое событие это начало ретро-меркурия. Всеми любимые знамя ретро-меркурий начнет свое движение именно в коридор затмения. Ух, два этих события вместе это что-то. Так как это может давать достаточно сильные перемены, глобальные перемены. Это может давать сложности с контролем эмоций, умноженные на два, и какую-то путаницу. Потому что ретро-меркурий будет в знаке Оуна. У нас очень много знака Оуна в апреле. 21 апреля также поменяет свой знак Юпитер. Это событие происходит редко. Это очень важное событие. Юпитер перейдет в знак Оуна. Юпитер в Оуне, это преобразователь. До этого у нас был спокойный Юпитер в рыбах, который нес больше какие-то духовные веяния, благоприятные вибрации. А Юпитер в Оуне, он настроен решительно. Это может касаться, перемены могут касаться финансовой системы, каких-то правил, если говорить персонально про вас. Это период, когда необходимо быть внимательным в любого рода инвестирование, подписание документов. Учитывать, что Юпитер будет находиться в сожженном положении до конца месяца. Там еще в мае захватит период. Поэтому постарайтесь. Юпитер будет достаточно долго в данном знаке. Постарайтесь, пожалуйста, внимательнее относиться к любого рода приходящей вам информации. И самое главное, постарайтесь не принимать решения на эмоции. Потому что именно этот период будет провоцировать такого рода ситуации. 22 апреля нас ожидает самый лучший день, который на самом деле не будет уж таким хорошим. А это будет Акшая Третья. Почему энергия дня немножко не так проявляется, как в прошлые периоды? Потому что Акшая Третья приходится на коридор затмений. И самый лучший день в году уже становится не самым лучшим, а просто благоприятным. Этот день не рекомендуется начинать что-то новое. Но этот день может принести какие-то новости. И не обязательно они будут положительными. Это день неких таких проявлений возможностей проверки наших личностей. Но вот прям как остальные астрологи рекомендовать начинание в этот день я не буду. Потому что следует учитывать не только сам день, его проявление 22 апреля, а учитывать, когда он происходит. И его влияние благоприятное ослабляется коридором затмений, ослабляется ретро-меркурием. Поэтому в этот день будьте внимательны к приходящим вам возможностям, но для начинания этот день неподходящим. Вот такая предстоит нам невероятная неделя. Удачи вам в коридоре затмений, если есть какие-то вопросы, если у вас какие-то важные события, вы беспокоитесь или сомневаетесь, пишите мне, все разберем, все посмотрим. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Для меня это самая лучшая награда видеть, что вам информация полезна и интересна. Всего доброго и до новых встреч!